Наш город украсил необычный объект современного творчества. 100-метровая бетонная стена на Кубовой превратилась в холст уличных художников. Граффити, рисунки, краски на плитах они выполнили, соревнуясь в конкурсе. Вероника Иванова встретилась с победителями. Сегодня в пасмурный день особенно ярко выглядит некогда простая серая бетонная стена завода. Сейчас это настоящее произведение искусства. 100 метров забора завода железобетонных конструкций на улице Кубовой для художников стали одним огромным холстом. Участники конкурса «Цвет города» одним цветом не ограничились, использовали всю палитру. Аэрозольной краске ушло 250 баллончиков, а еще 20 литров обычной. Победителям и после подведения итогов сложно остановиться. Мы решили выделить главные узнаваемые части, именно золото. Лучшим из 12 уличных экспонатов оказалась совместная работа двух художниц. Калаш из символов современного Новосибирска. У нас изображены профили пожилой пары и молодой. И что Новосибирск – это такой город, который всем подходит, несмотря на возраст, то есть разница поколений, полов. И у нас изображены именно под профили людей какие-то наши достопримечательности самые известные. Прохожие творческий подарок художников уже оценили. Очень приятно, потому что идешь и в этих работах ты узнаешь оперный театр, узнаешь как раз Бугринский мост, то, что близко как раз именно мне жить, как жителям города Новосибирска. Останавливаются посмотреть на новую достопримечательность и те, кто за рулем, любуются ретро-автомобилем. Все равно такой символ эпохи старой, исполненной по-новому. Ну, смешанная техника, да, там и аэрозоль, и эмаль, вот, все это там разными способами нанесения, там, где-то картонкой, где-то пальцем. Вот та промзона, на которой в итоге расположились эти красивые рисунки, она несколько портила весь внешний облик микрорайона, потому что он у нас очень живописный, яркий. Ну и хотелось бы вот эту территорию тоже позукрасить. Организаторы обещают сделать конкурс ежегодным. Жители Кубовой и соседних улиц уже присматриваются к домам, заборам, гаражам, которые могли бы стать холстом. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости.